Ну а сейчас наша любимая тема – это наш местный бюджет, работа нашей администрации города Кировска и нашего муниципалитета. О чем я сейчас хочу поговорить? Наверное, каждый второй сталкивается с такими службами, как мировой судья, городской суд, приставы. Мы уже знаем, что на самом деле они сейчас находятся все в статусе самозанятых, были юридическими лицами, они иностранные, эти суды. А сейчас что происходит? Вот мы в прошлом году с соратницей заходили к этим приставам, и я обратила внимание, во всех кабинетах, даже в туалете, от пола и до потолка лежат папки с делами. На самом деле это векселя, это касается нашего местного бюджета, из чего он формируется. Я нашла интересную информацию, никогда не обращала внимания. Вот газета «Ладога» за 24 декабря 2022 года. Не интересовалась, потому что много-много они здесь публикуют своих документов, постановлений, решений Советов депутатов. И тут мои глаза упали на такое уведомление. Они даже формы своих уведомлений выкладывают, всю информацию. Это как раз касается нашего местного бюджета. А уведомление такое. Значит, Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области уведомляет вас о том, что на основании исполнительного листа, значит, здесь прописывается серия и номер исполнительного листа, выданного число, дата, во исполнение указывается судебный акт и дата его принятия. По делу указывается номер дела судебного и данные о сторонах по делу. Что это за уведомление? Это уведомление высылается, значит, главному распорядителю средств бюджета Кировского муниципального района. Так вот, они уведомляют, что за счет казны Кировского муниципального района Ленинградской области платежным поручением, вот обратите внимание, платежным поручением от такого-то числа, такого-то года указывается номер этого платежного поручения, для физического лица указывается фамилия, имя, отчество, или для юридического лица его полное наименование. И самое интересное, перечислены денежные средства, в сумме указывается сумма, и роспись, руководитель, уполномоченный, расшифровка подписи. То есть комитет финансов обращается к главному распорядителю средств бюджета. Это что у нас? Это у нас территориальный орган казначейства. В территориальном органе казначейства на каждого из вас, будьте уверены, даже не сомневайтесь, открыт лицевой счет, где аккумулируются очень большие средства. Так вот, схема такая. Мировой судья, или городской судья, наш городской суд, выносит свое судебное решение, а мы знаем, что это все незаконно, это Филькины грамоты, ни печати, ничего. На самом деле это вексель. Он поступает на исполнение к приставам. Кто такие приставы, мы тоже знаем. Самозанятые, занимаются коммерцией. Приставы заводят, возбуждают исполнительное производство, и на основании этого исполнительного производства составляют платежное поручение и отправляют его куда? К казначейство, где есть у каждого лицевой счет. Оттуда ваши денежки перетекают в бюджет местный. Вот комитет же финансов администрации уведомляет, что вот надо оплатить это. Поэтому я хочу задать такой вопрос. Они работают все вот так, вот в одной схеме по кругу. Кольцо замкнулось, наши деньги перетекли в местный бюджет. Так на каком основании по второму разу уже у людей снимают зарплатных карт, с пенсий, социальных выплат, пособий? Мы-то знаем, что нет никаких пенсий, никаких пособий. И все это берется с наших личных родовых счетов, от которых всех нас отодвинули. Вот почему каждый год проводятся выборы так называемые и собирают с каждого из нас согласие на обработку ваших персональных данных. Поэтому вот этому комитету финансов, а их, кстати, я обратила внимание в администрации на стенде, 9 кабинетов занимают. Комитет финансов, комитет финансов, 9 кабинетов. Какую огромную работу они проводят с нашими финансами? А мы даже и знать не знаем, что все эти исполнительные производства одномоментно гасятся нашими же средствами. Вот я хочу еще обратиться к нашим подписчикам, кто будет смотреть этот видеоролик. Может быть, среди вас есть бухгалтера, финансисты, которые уже на пенсии, которые не боятся рассказать нам истинную правду. Может быть, я ошибаюсь, но вот у меня пазлы так сложились. Был еще такой видеоролик. Есть такая женщина, Оксана, из Волгограда. Она как раз вот с этим вопросом приходила в администрацию, значит, в приемную. Там у них есть такой уполномоченный по правам человека, что-то там от администрации президента. Этот ролик быстро удалили. Она как раз приходила вот с этим вопросом. На каком основании с нее второй раз уже снимают вот по этим исполнительным производствам, когда через казначейство это все уже было оплачено. Этот ролик, естественно, быстро удалили. Уполномоченный по правам человека, к которому она пришла, закрылась от нее в кабинете. Там приходил, конечно, охранник. Между ними была интересная беседа. Но вот эта уполномоченная женщина по правам человека так к ней и не вышла. Вот просмотрев этот ролик и увидев вот эту информацию в газете «Ладога», у меня пазлы сложились так. Поэтому я не утверждаю, может быть, кто-то из бухгалтеров или финансистов знает побольше и поможет нам разобраться в этой теме. Мы будем очень благодарны, потому что уже от этих приставов, от этих взысканий незаконных стонет не только наши горожане, а вся страна. Вся страна стонет от этих кредитов, которых нет, они также с наших родовых наследий. Поэтому будем очень благодарны, если найдутся такие знающие люди среди финансистов. Благодарю. Итак, 5 января 2023 года мы с соратниками посетили общественную городскую баню, которая находится в городе Киевск-Ленинградской области. У нас отснят видеоматериал. И вот 9 января в понедельник мною, как частным лицом, направлен запрос. Итак, юридическому лицу ОГРН 105-47-00-325-855 администрации Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области лицу, замещающему государственную должность главе администрации Кротовой Ольге Николаевне. Запрос. Настоящим запросам требую предоставить полную и достоверную информацию. Первое. Предоставить акт приема передачи здания по адресу город Кировск, улица Новая, дом 1 с баланса СССР-СФСР на баланс Российской Федерации-Россия. Второе. Предоставить акт приема передачи здания по адресу город Кировск, улица Победы, дом 8 с баланса СССР-СФСР на баланс Российской Федерации-Россия. Третье. На каком основании Администрация Кировского городского поселения, будучи юридическим лицом, учредила юридическое лицо МКУ, ОЖКХ и О, ИНН 47.060.298.98. Четвертое. На какой расчетный счет поступают денежные средства, полученные от продажи билетов в МКУ, ОЖКХ и О, а короче, баня? Пятое. Кто устанавливает тарифы на посещение городской бани по адресу? Город Кировск, улица Победы, дом 8. Ответ предоставить на адрес электронной почты указываю 0901 2023 года Татьяна Александровна Царева. Итак, мы будем ждать ответа.